Социальные объекты обеспечены теплом почти на 100%, учреждения опеки и попечительства в полном объеме, школы на 99%, детские сады на 98%. Чтобы лично убедиться, что комфорту и безопасности детей ничего не препятствует, глава города Елена Лапушкина посетила образовательное учреждение в железнодорожном районе. По словам руководителей, тепло дали с первого дня, как объявили начало отопительного сезона. Городские власти проверили и несколько адресов жилищного фонда, где возникали точечные проблемы в некоторых квартирах, когда в отдельных комнатах батареи не прогревались. Стали частично включать и вот вчера прям, знаете, такое счастье и тепло. Особенно рада была подача теплокорги Индяс, которая живет в доме на Пензенской 58. Как рассказывает хозяин собаки Савва Давыдов, четвероногий друг не находил себе места в квартире и приходил к нему греться, но теперь у них все хорошо. Спасибо ему, конечно, что теперь не мерзнем, а живем в полной, хорошей, теплой жизни. Отопление в жилищном фонде начали включать параллельно. Батареи уже теплые в каждом втором доме. Регулярно сотрудники профильного департамента мониторят процесс подключения. О проведенной работе доложили на оперативном штабе под руководством Елены Лапушкиной. Ход отопительного сезона находится на контроле главы города. Ежедневно к теплоснабжению подключают примерно полторы тысячи зданий. Я сегодня сама объезжала в железнодорожный район. Я видела, что и управляющая компания работает, и район включен. Я вижу, что и руководители учреждений тоже. По социальной сфере, по школам, по детским садам отопление практически 100% включено. Стоит отметить, что подключение домов к отоплению зависит не только от ресурсоснабжающих организаций, но и от управляющих компаний. Они должны подготовить коммуникации зданий для подачи тепла. Все обращения граждан отрабатываются онлайн и в ближайшее время заработает горячая линия по отопительному сезону. Светлана Кудрявцева, мэри Елчан, Николай Епифанов. События.